Ава, с вами Юлик, и вы никогда не задумывались? Быть может, у вашего папы две семьи? Мы смотрим ЭТО ЖИЗНЬ, канал, где рассказываются дикие истории. Первый ролик называется У МОЕГО ПАПЫ ДВЕ СЕМЬИ. И наша, даже не первая, вот она решила так сразу заспойлерить. Но эй, эй, вы, конечно, у своего папы первая семья, не вторая. Вы первая семья. Да, он изменяет вашей маме, скорее всего, но он вас любит. Привет, меня зовут Лиза. История, о которой я хочу вам рассказать. Перевернула мою жизнь с ног на голову. А что же это за история? То, что у твоего папы две семьи? Ты вообще у нас, я смотрю, не мастер интригу. Понимаете, это тот случай, когда ты начинаешь сомневаться в том, кто ты есть на самом деле. И что все происходящее реально. Это произошло где-то неделю назад. И я постараюсь вспомнить все в мельчайших деталях. Хотя иногда и... Хотя меня никто и не просил. И, скорее всего, мои родители были бы против. И не только родители. Вообще, вся наша родня была бы против такого. И та семья была бы против. Но я расскажу все в мельчайших подробностях. Да, слушайте. Все в мельчайших подробностях. Я следила за папой. В душе, в туалете. Единственное, что сохранила моя память. Я все еще отлично помню последний день моей нормальной жизни. Это было воскресенье. И я везде... У девочки, походу, вся жизнь вокруг папы строилась. Она такая, ну все. Я не единственная будущая жена моего папы. Поэтому мне вообще не хочется жить. С родителями. Мою маму зовут Мелисса. И я ее ненавижу. Я должна быть женой своего папы. Мы пообедали в нашем любимом ресторане. Пошли в кино и провели остаток дня, отдыхая на заднем дворе нашего дома. Вот это да. Такие сходили, покушали. Сходили в кино, отдохнули. Такие сидит, читает газету. На, шлангом въебало холодной водой, сука. Я не удивлен, почему он вторую семью завел эту. А нет, они вторая семья. Но он, наверное, жалеет, что он такую семью вторую завел. Это как в Гриффинах, когда... Когда Питер и кто-то еще из шланга лось поливали. И весь мир принадлежал нам троим. На следующий день папе нужен... Ну, блядь, молодые тираны. Это была его очередная командировка. Ну все, пообщались. Пойду к другой семье, которую я люблю больше. Он работал в компании с офисами как на западном, так и на восточном побережье. Мы живем в Калифорнии. И каждую вторую неделю ему приходилось лететь в Нью-Йорк на 5-7 дней. Круто. То есть он такой... Они никогда не встретятся. Иногда его командировки были длиннее, иногда короче. Это продолжалось на протяжении многих лет, поэтому у меня никогда не возникало вопросов по этому поводу. Когда папа был в отъезде, мы с мамой... Да, ты думаешь, у твоей мамы не возникало вопросов по этому поводу? Думаешь, она не копалась у него телефон? Мы сильно скучали, конечно. Я думаю, это все давно, намного раньше бы вскрылось. Но ждали его возвращения. Наша семья не была полной без него. И однажды он просто приезжает с татуировкой такой. У него татуировка здесь. Жанна! И его жена такая, это женское имя? Почему у тебя какое-то женское имя? И он говорит, отъебись! Это... Это новое правило компании! Хочешь, я твое имя тоже набью? И он снизу бьет там Элизабет. В командировках он был очень занят. И порой несколько дней мог не выходить на связь. Папа всегда говорил, что тоже очень скучает по нам. И каждый день мечтает поскорее вернуться домой. В этот раз все было как... Да, вообще очень хочу назад. Да. Он должен был вернуться через неделю. Эту поездку омрачал лишь, что он... Он, наверное, каждый раз такой... Блядь, холодно, полечу на это... На запад, там потеплее. Ой, тут слишком жарко, полечу обратно, там похолоднее. То папин день рождения приходился как раз на те дни, когда он был в отъезде. На следующий день в школе учительница дала нам задание рассказать, как работают разные государственные учреждения. Миссис Джексон считает, что мы должны больше знать о взрослой жизни и дает нам много заданий, которые помогут нам в будущем. Это забавное представление о взрослой жизни. Вы бежите куда-то с чемоданчиком и смотрите на часы. Бля-бля-бля, бля-бля-бля, не успевай. Ну, в принципе, да, все так и есть. У меня вот вместо чемоданчика сумочка для камеры. Должна была разобраться, что такое налоговая декларация и как правильно ее заполнять. Я вспомнила, что папа как раз заполнял такую декларацию пару дней назад. Он не успел ее отправить и собирался это сделать по возвращении. Поэтому я решила заглянуть в ящик его стол... Поэтому я просто решила порыться в его вещах, предварительно раздевшись и потерявшись, а его стол, стул... Ну, это обычная история этой девочки, которая ревнуется его папу. Просмотрите эти формы поближе. Налоговые декларации лежали на самом верху. И я приступила к их изучению. Но потом я решила порыться немножко дальше. Я порылась в его документ, порылась в его вещах, в его белье, в его грязном белье. И там я нашла доказательства того, что у него есть вторая семья. Но кое-что вдруг привлекло мое внимание. В графе «Иждивенец» я увидела несколько имен, о которых никогда не слышала. Восемь детей? У этих людей была наша фамилия, но я совершенно точно их не знала. И я не хотела делать поспешных выводов, но это было очень странно. Когда я пригляделась в графе повнимательнее, я увидела, что мое имя повторялось в ней дважды. Но это же очень серьезный документ. Вся информация в нем тщательно проверяется, поэтому ошибки тут быть не должно. И все же я старалась не паниковать. Я решила ничего пока не рассказывать маме. Для начала я хотела во всем разобраться сама. А мама периодически была слишком... И потом она стала шантажировать отца. Поэтому я решила найти этих людей на Фейсбуке. По крайней мере, я хоть бы что-то узнала. Вот этот детектив порылась в грязном белье и потом пошла в Фейсбук. Я сделала гораздо больше открытий, чем хотела. А вы знаете, вы вообще знаете, что вот он меня больше любит вообще? Вот у нас семья, мы мороженые кушали в кем. У меня как-то грустно стало, пока я это говорил. И она такая... Он нас больше любит, а это отвечает. Нет, он нас больше любит. Мы у него первые появились. Я нашла не всех, а только некоторых из этих людей. Но самое главное, девочку с таким же именем и фамилией, что у меня. Она выглядела... Ебать, что, есть люди с таким же именем и фамилией, как у меня? И вся ситуация казалась какой-то странной. Она была на пару лет старше. Я начала просматривать ее фотографии и увидела одну, которая, похоже, была сделана на Рождество несколько лет назад. Мужик вообще, походу, со временем потерял чувство страха. Да, пох, они вообще в разных концах США живут, а эти дуры вообще никогда не встретятся. Неделю ебу одну, неделю ебу другой. Ну да, бля, залетели до эпохи. Вообще захочу в другую страну, свалю, буду там себе семью, заведу новую. С какой-нибудь бесплодной бабой. У меня детей 8 штук. Мне поебать, я вообще себе яйца отрежу. Мужик людей сидели за столом, и лицо одного мужчины, которое с трудом можно было разглядеть, было очень похоже на лицо моего отца. Я тебе скажу, оно не похоже, это и есть лицо твоего отца. Страшно, испугалась, но все же старалась контролировать себя, что однако... Так вот, мужик вообще страх потерял, и говорит, да похуй, что, в это, в фейсбук хочешь выложить, выкладывай. А ничего, папа, что там, нет, его внутренние голосы ему говорят, мужик, а ничего, что фейсбук как бы автоматически может по лицу тебя найти и предложить тебя отметить, и потом в отмеченных твоя вторая жена увидит, она, паха, паха, это дура не знает, что такое фейсбук, только я умный, я умный, только я так могу всякую хуйню делать. То есть все труднее делать с каждым моим новым открытием. Самое забавное после всей этой истории... Ну, дочь у него, судя по всему, умная. Я поняла, что отлично соображаю и действую в условиях стресса. Я решила, что напишу этой девочке. Я притворилась ее дальней родственницей, которая хотела получше узнать историю своей семьи. И сейчас вторая история начнется, меня доебывала моя сводная сестра, которую нагулял мой батя. И невинно поинтересовалась, кем был тот мужчина на фотографии и как его зовут. Она довольно быстро ответила мне и сказала, что рада познакомиться со своей дальней родственницей, о которой она никогда не слышала. Она также сказала... Это мужчина мой отец и мой муж. И та такая, черт, черт, она меня опередила. Что на фотографии ее отец и его зовут Том. Теперь у меня больше не осталось сомнений. У него есть брат Джерри? Это мой папа. Но я все же пыталась найти этому логичное объяснение. Что если это была семья папы от предыдущего брака? И он ничего не говорил, потому что хотел оставить прошлое в прошлом. Но потом Лиза написала, он скоро вернется с работы, и я могу узнать у него все, что ты захочешь. Нет, нет, нет. Это бы только все испортило. Нет, 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 лучше пофоткай его втихаря. Ну ты понимаешь, о чем я. Ой, да у меня полно таких фоток. Они же все-таки родня, да, у них должны быть общие интересы. И тут же пришла в голову другая мысль. Может, мне в будущем нужно стать писателем? У папы через два дня был день рождения. Вы бы видели его, когда он говорил, как ему грустно, что придется праздновать на работе вдали от нас. Я убедила Лизу, что ее отец был нашим дальним родственником. Да вы еще отец, та еще мразь. Которого мы не видели много лет. Но мы собирались быть в их городе через пару дней, поэтому было бы здорово, если бы мы могли зайти и устроить ее папе сюрприз. В качестве доказательства я отправила ей свою детскую фотографию с отцом. А может, мужик того улетает, и пока он летит в самолете, у него что-то там, какие-то шестерни сдвигаются в голове, он забывает о своей старой семье или новой семье и живет с другой личностью, как в бойцовском клубе. Наверное, другой бы расплакался на моем месте. Я гоню свою дочь встречать первое правило бойцовского клуба. Никогда не говорю о бойцовском клубе. Ай, уебал ей по лицу. Я чувствовала только прилив адреналина. У меня было ощущение, что кто-то другой действует вместо меня. Лиза решила, что это отличная идея и захотела. Она дурочка какая-то. Мне помочь. Она пообещала сохранить наш разговор в секрете и отправила мне свой адрес. Они жили в Нью-Джерси. Настала пора рассказать... Так людей грабят вообще. Ой, а напиши, когда вас дома не будет. Вот вообще, когда вы долго дома не будете, реально. Убедить ее воплотить мой план в жизнь, что было самым трудным. Наверное, это был самый тяжелый разговор в моей жизни. Первой реакцией мамы было полное отрицание. Но после того, как я представила ей доказательства, она впала в такое отчаяние, что не хотела... Что сожрала все мороженое в городе. Теперь моя мама самая толстая, плаксивая гора. Хуй пойми чего. Я даже не могу это жиром назвать. Это какой-то новый материал. Она такой толстой стала, что как планета, как звезда стала сама в себя проваливаться и... Доехать. Как обычно, она посчитала... И папа завел новую семью в этом городе уже, потому что мама его заебала. Тебя лучший выход из ситуации. Но я уговорила, что это наш единственный шанс поймать его и ту женщину с поличным. И посмотреть. Или когда они зайдут в дом, мы заколотим окна и двери, и подожжем его мамы. Реально, что ты? Просто чирка, все. Два дня спустя мы уже летели на самолете. С каждой секундой мы нервничали все больше. И они, наверное, когда домой зайдут, он такой... О, жена, познакомься, это моя запаска. Запаска? Ну да, как пятое колесо в машине. Если ты вдруг проколишь свое колесо, ты можешь поставить другое. Запаска. Если наша дочь собьет машину, мы сможем взять запаску. Когда мы подходили к их дому, наши сердца просто выпрыгивали из груди. А вы представляете, у них сердца настолько бьются сильно, что у них просто инфаркт. Они обе падают, мужик выходит и такой... Опа. Двумя проблемами меньше. В подробностях описывать сцену, которая там произошла, она была не особо... Почему? Ты что, вначале сказала, что ты все в мельчайших деталях хочешь рассказать. А теперь, когда мы дошли до самого интересного, ты вдруг такая... Не буду вам подробно описывать. Вот я всю вот эту хуйню неинтересную, что я рассказывал про свою жизнь, не описал подробно, а вот самое интересное не опишу подробно. Это отвратительная рассказчица. Сначала все были удивлены, потом начались крики и слезы. Все были в шоке. Но был один момент, на который я не сразу обратила внимание. Когда мы пришли, дверь нам открыла Лиза. Вся семья была за столом. Пятеро детей, двоим из которых было уже за двадцать, и папе на жиле, которая была намного старше моей мамы. Сам дом выглядел довольно старым и обжитым. В общем, я довольно быстро поняла, что это была не вторая папина семья. Это мы были его второй семьей. Съела, сука, съела! Не знаю, почему я против нее, но она какая... Она... А что она как плохо истерия рассказывает, а? А? А вот не надо было. Не надо было лыться в документах. М-м-м. М-м-м. Ты довольна? О-о-о, теперь моя мать. Разведен-ка с прицепом. Поздравляю. А моя мама, его другу-женщиной, перед нами была его настоящая семья. Да у него жены что, отбитые? Как можно вообще такое скрывать хотя бы год? Он целого ребенка вырастил. Как он это год скрывал? Ой, больше года. Папа был так шокирован, что даже не мог говорить. Потом он пытался оправдаться, но это не помогло. Как я узнала позже, та семья больше не хочет иметь с папой ничего общего после стольких лет его обмана. Да? И что его выгнали? Длительно требовало его присутствия на обоих краях страны, но все остальное было ложью. У моего отца было две семьи, а теперь у него не осталось ни одно. Да, херня, вот это для вас они так разыграли, он вернется потом назад. То до меня и моей мамы, то мы стараемся привыкнуть к нашей новой жизни и просто разобраться во всей этой истории. Ну ты, конечно, их говно заварила. Был один лжец и две счастливых семьи. Теперь все так же один лжец и две несчастливые семьи и одинокий мужчина, который покончил жизнь самоубийством, скорее всего. До сих пор я периодически общаюсь с Лизой. Это звучит... А ты не видела нашего папу? Нет, он уже месяц не выходит на связь, мы не знаем, где он. Слушай, мне кажется, вот тот всплывший в озере мужчина средних лет, это наш папа. Нет, нет, мы продолжим его искать. Я думаю, он все-таки жил. Жесть. Ужасно, но похоже, что для таких людей, как мой отец, вполне нормально называть своих детей одинаковыми именами, чтобы случайно их не перепутать. А ничего, что у него есть еще куча детей в другой семье. Я думаю, у него все прекрасно с памятью. Я думаю, у него вообще все и с памятью, и с мышлением, и с хитростью все прекрасно. Просто он назвал тебя вторым именем, потому что, видимо, очень любил свою дочку. Общение друг с другом помогло нам пройти через это. Вот и конец моей ужасной истории. Ну, ты хуевая раскачься, вот что я скажу. Перед тем, как продолжим, напомню вам о своих хороших друзьях OneX. У них высокая надежность и широкая линия. По вот этому промокоду при регистрации вы можете получить до 6500 бонусных рублей. вся дополнительная информация в закрепе. Следующий ролик. Я взяла телефон маминого парня по ошибке. Это было что-то. Что, она там нашла фотки, где ее мама... А нахуй ты рылась в телефоне парня своей мамы? Хочешь посмотреть, как ей на кулака дают? Извращенка. Меня зовут Розмарий и мне 16 лет. И я люблю смотреть, как ебут мою маму. Мне нечего скрывать. Ага, вот она и к психологу пошла из-за этого. Я хочу рассказать историю, чтобы открыть вам истинное лицо моей матери. И я уверена, что она заплатит за свои ужасные поступки. Вот увидите. А пока давайте я начну с самого начала. В последнее время я жила в просторном доме только со своей мамой. Хотя не так давно у меня была полная счастливая семья. Но все изменилось. Как? Много отсылок к всему подряд бессмысленных. Пять лет назад, когда мама выставила моего отца на улицу. Честно говоря, я не представляю, что за безрассудный Купидон сделал так, чтобы моя мама с папой полюбили друг друга в принципе. Мама всегда была властной женщиной. Если кто-то с ней не соглашался, это означало лишь одно, что они не правы. А мой папа совершенно другой человек. Давай ты лучше про папу своего расскажешь, который котят корнятые цветки выращивает. Это уже... Мы сегодня услышали одну историю про мразоту. Хочется чего-то более позитивного. Он мягкий и внимательный. Он всегда готов выслушать и поддержать, когда людям плохо. Я бы скорее... Ну пусть выслушает и поддержит самого себя теперь. Жить вместе с отцом. Но дело в том, что я привыкла к довольно комфортной жизни. А мой папа, с точки зрения моей матери, отец был тряпкой. Ты не хотела жить с отцом, окей. Ты хотела жить с мамой, а вот это все... Ой, комфортная жизнь. Который ничего не достиг к своим сорока пяти годам. Мне неприятно в этом признаваться. Ну почему он цветы выращивает, котят кормит? Ну в какой-то мере я согласна с ней. Когда родители расстались... Ну ты сука вообще! А тебя он вырастил не достижение, хоть какое-то, но достижение. Ты, конечно, получилась такой себе вообще мразотой. Ты, скорее всего, в маму пошла. И не факт, что ты вообще от этого мужика, а не от соседа какого-нибудь. Или вашего дворецкого, или садовника. Отец переехал в крошечную квартирку в плохом криминогенном районе. Ты чё, это мемы, что ли? В ней с другом и всё равно едва сводит концы с концами. Поэтому мой... Ну а чё у вас там привидение прикольное есть? Переезд к нему никем из нас даже не рассматривался. Я становилась старше, и моя мать всё меньше обращала на меня внимания. Она думала, что раз я могу сама приготовить себе ужин, постирать одежду и нормально учиться в школе, значит, её родительские обязанности выполнены. Кроме того, раньше она приучала меня к дисциплине, сурово наказывая за непослушание и ошибки. Поэтому... Один звонок! Один звонок в социальную службу и твою мать посадит. Конечно, если из социальной службы не придёт мужчина, тогда она его просто трахнет, потому что твоя мать шихуха по твоим рассказам, которая не воспитывает ребёнка... Вообще просто семью разрушила, ребёнок ей не нужен, всё. Аня, с её стороны, было даже неплохо. Хотя иногда мне не хватало разговоров с ней. Ну, вы знаете эти... Нет, не знаю. Вообще понятия не имею. Я сама готовила себе ужин и ела его в гостиной в одиночестве. Мне было очень грустно. Наготовила целый стол для кого? С мамой всегда было непросто, прежде всего, из-за её жёсткого характера. Ну, я так люблю деньги. Я так люблю, когда слуги моют мои ножки. Поэтому я не стала жить с папой. Но мне грустно. Да, её жёсткость помогла маме стать тем, кем она стала. Кем? Успешной бизнес-леди со своей собственной компанией. Компания... Все бизнесмены, когда встречаются и заключают договор, такие... Я вас наебал. Нет, это я вас наебал. Ну, посмотрим. В плане особенно большой, но зато... Сначала ты бежишь с чемоданчиком, такой... Сегодня я кого-то наебую. Такой, в дом... Да... Да, заключили договор по наёбу. Поэтому мама всегда была очень занята. Работы... Потом она приходила домой, стропонила твоего папашку, трахалась с садовником, родила тебя, ты от садовника, она тебя не любит, потому что она и садовника не любит, и теперь пытается всю свою жизнь с ног на голову перевернуть, потому что чувствует себя несчастливой. В имя многочисленными друзьями и бизнес-партнёрами. И у всего этого был один большой плюс. Я получала столько карманных денег, сколько хотела. Вот и всё. Так что моя жизнь была дала... Вот и всё. Все твои... Это такой пиздёж. Это вообще всё не имеет значения. Ты только что сама сказала я с мамой, потому что у меня деньги. А что ты тогда жалуешься? Просто, чтобы тебя не упрекали в том, что ты... этот, блядь, голддиггерш, или как сказать? Потерпимый. До тех пор, пока не появился Дилан. Дилан был парнем моей мамы. А по-моему Дилан на порносайтах в гей-разделе. Я не знаю, мне рассказывали, но он явно там... О котором я узнала со дня развода моих родителей. А это означало, что их отношения были серьёзными. И это было очень странно, потому что их никак нельзя было назвать гармоничной парой. Очень странно. Моя мама встречается с мужчинами. Дело в том, что Дилан лет на... Я бы вообще думал, что моя мама должна с псом встречаться, потому что она та ещё сука. Десять младше мамы, и он из тех мужчин. Да, десять. У него такие же причины встречаться с твоей мамой, как и у тебя жить с мамой. Тщательно следит за своим внешним видом. Регулярно ходит в спортзал и в барбершоп, чтобы... Просто на шаре с этими... с гантельками. Тричь свою идеальную бороду, пользуется дорогим одеколоном. В общем, вы знаете, что за тип. Что до моей мамы, то её совсем нельзя... Что, тип, который ухаживает за собой? ...назвать красавицей. И она выглядит ровно на свой возраст, уже давно не молодой. Поэтому вместе они смотрелись довольно странно. Как бы то ни было, я не возражала, чтобы личная жизнь моей мамы опять стала полноценной. Если бы только Дилан не занял мой дом самым бесцеремонным образом. Никто меня даже не спросил, согласна ли я... А должны были? Никто меня даже не спросил. Ты дрянь. Мама, ты дрянь. Ты даже меня не спросила, можно ли Дилану, твоему парню, жить в твоём доме, где живу я. Ты дрянь, которая даёт мне огромное количество карманных денег. Дрянь. Ты даже не спросила меня, какая же ты сука, какая же ты сука, я тебя ненавижу. Дай мне ещё денег. Дай мне ещё денег, мама дрянь. Такое бывает на канале «Это жизнь». Сценарист, когда пишет историю про кого-то, он немножко путается, судя по всему, и главный герой Мразота. То есть он пишет и не замечает, вообще, видимо, и она, и она страдала, и вот она добра, и на самом деле вообще нет, вообще нет, эта дочка, вообще та ещё пизда. Просто как-то утром я пошла на кухню, чтобы сделать стакан апельсинового фрэша, и увидела там незнакомца в длинном халате. Я чуть не закричала, но потом на кухню вошла мама и всё объяснила. Можете себе представить, как я была потрясена? Ведь меня просто поставили перед фактом. Мне казалось, что я никто. Ты никто, ты никто, ты просто дочка. Если тебе уже 18, то вообще съезжай. Чувство только росло. Дилан даже не пытался мне понравиться. Нет, нет, Дилан не пытается мне понравиться, он подобрался к денежкам моей мамы, мама перестанет меня обеспечивать. Он очень быстро начал вести себя так, словно он хозяин этого дома. Ну слушай, он, я думаю, он намного приятнее делает маме, чем дочка. его своими вещами. Но что меня бесило больше всего, так это то, что он относился ко мне, как к своей служанке. Дилан считал, что имеет полное право отчитывать меня, если бы я не попала посуду, например. А там были и его тарелки. Вскоре мама с Диланом начали позволять себе отпускать... Ну вот в этой семье мама приносит деньги. Дилан трахает маму. Маме хорошо. Мама голова в этой семье. А что делаешь ты? Что делаешь ты, маленькая, мразотная девочка, которая плюнула на своего отца из-за... Мне так много карманных денег дают. Помой, блядь, посуду. Сделай хоть что-нибудь. аркастичные замечания в мой адрес. Словно они не могли расслабиться, пока я жила в этом доме. Так и так и есть. Казалось, что они шутят, но их шутки были неприятными, даже злыми. И меня это сильно задевало. О, ты бедная, несчастная. Иногда они просто говорили, что лучше бы мне переехать к отцу. Я подслушала этот разговор, когда они болтали, решив... Ольга, пиздец! К этому нищиёбу! Я? Переехать к этому нищиё? У него даже слуг нету, мама! Я убью Дилана, я его зарежу, пока он спит. Что я ушла спать. Я и сама об этом думала, но мой отец был слишком беден. Позднее выяснилось, что Дилан не зря мне не нравится. Он был не тем человеком, которым притворялся перед мамой. Как-то утром я торопилась в школу и по ошибке схватила его телефон. У нас одна и та же модель одного цвета. И я не поняла, что это не мой мобильник, до тех пор, пока не оказалась в классе, когда Дилан начал на него звонить с чего-то номера. И когда я поняла, что мне в руки попал телефон моего отвратительного будущего отчима, то не смогла устоять перед соблазном просмотреть все его контакты, сообщения и фотографии, которые не были защищены паролем. Я надеюсь, она там найдёт фотки, которые ей не понравятся. И знаете, что я нашла? Оказалось, что Дилан вёл переписку с какой-то девушкой. Мне не понравился тон его сообщений, потому что было похоже, что они находятся в близких отношениях. Поэтому я решила повнимательнее прочитать их диалог. Мне кажется, история умалчивает одноклассницы этой девочки, которая соблазнила Дилана за деньги, чтобы главная героиня могла развести его с матерью. О, оно того стоило. Во-первых, Дилан переписывался со своей бывшей девушкой, с которой у него состоялись тёплые и доверительные отношения. Во-вторых, Дилан признавался ей, что живёт с моей мамой исключительно из-за денег. Я думаю, даже мама это понимает. Она ему даже не нравилась. И у Дилана был план. Вначале он хотел избавиться от меня, а потом постепенно завладеть мамиными сбережениями. Она была влюблена в него и щедро оплачивала все его прихоти. После этого Дилан собирался бросить мою мать... Ну да, Дилан тоже мудак, но ты тоже не лучше. ...вернуться к своей девушке с приличной суммой на банковском счёте. Так что они... А девушка его шлюха. Да, иди ебись. Ебись. Заработай нам денег своим хуем. Всё заново с чистого листа. Честно говоря, я была... Принесёшь к нам в семью какие-нибудь, я не знаю, болезни старушек, молодец. В таком шоке, что даже не было уверенно, стоит ли всё рассказывать матери. Я даже представить не могла, как он... Не, зачем? Ты же мразь. Ты могла продолжать брать карманные деньги у матери, ещё шантажировать Дилана и брать деньги у него, которые он берёт у твоей матери. И высосать все деньги из своей матери, пока она не умрёт и ты не получишь всё её наследство в завещании. А потом, ну, начнёшь трахать Дилана, потому что ты отбитая. Родного отца не хочешь видеть только потому, что он беден. Но когда я всё-таки решилась сообщить ей правду... Которого ты любила. Не поверила. Ди чё, любит меня, любит меня не за деньги. Блядь, да посмотри в зеркало. О том, чтобы она проверила телефон Дилана. Но было уже поздно. Дилан, наверное, догадался, что я увидела компрометирующие его сообщения и удалил их все. Меня обозвали Лгуньей. А моя мама, моя мама отправила меня жить с отцом. То есть, она поступила со мной так же, как... Классно! Слушайте, история хорошо закончилась. ...колько лет назад. Вы знаете, мы с мамой много чего пережили вместе, но теперь я была полностью... Кайк! Какой кайк! Мразь получила по заслугам. Что она заслужила то, что Дилан с ней сделает. Ты тоже заслужила то, что с тобой сделали. За дейодильник. Что до жизни с моим папой, то все оказалось не так и плохо. Нам хорошо вместе. Я... Он просто работает на четырех работах и все мои хотелки исполняет. И недавно он нашел новую работу получше. Поэтому не исключено, что мы скоро переедем в новую банку. Я надеюсь, что без тебя. Я надеюсь, что он с Диланом начнет встречаться. Я рад, что у него все наладилось. Катиром. Похоже, что чтобы добиться успеха, ему нужен был кто-то, о ком он мог бы заботиться. Пожалуйста. Пожалуйста. Оставь своего батю в покое. На этом все. С вами был Юлик. Если вам понравились эти истории, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски «Это жизнь» и обязательно жмите на колокольчик. С вами был Юлик. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова